Дорогие друзья, приветствую вас! С вами сегодня новый выпуск ФНТВ. И мы с вами сегодня на заключительной сессии кадрового резерва по представлению паспортов проекта. Это очень важное мероприятие для всех наших резервистов. Сегодня ректор выберет те проекты, которые мы будем реализовать в следующем году. Итак, прошу вас, 8 проектов победителей. Наши резервисты представляют свои идеи и проекты. Сегодня очень важный день для участников кадрового резерва. 8 команд защитили успешно все свои проекты. Проекты очень важные и нужные для финансового университета. И все команды очень плотно, плодотворно и результативно работали в течение полутора месяцев. И все проекты будут реализовываться в интересах финансового университета, для реализации стратегии финансового университета в течение ближайшего года и следующего, 2024 года. Мы исследуем привычным трендом, мы сами не оформляем. И в рамках этого ставим более амбициозную планку для себя. Я хотел бы отметить, что одной из таких задач, которые мы поставили себе в прошлом году, мы успешно продолжаем решать, это переход на модель. Образовательный стандарт. Показывает, что бизнес доверяет в будущем, бизнес готов к инвестировать в будущее. Не все преодолели эти трудности. Из 48 резервистов, которые в прошлом году принимали кадровые резервы, сегодня нашли до промежуточного итога 37 человек. Для нас это большая возможность встретиться напрямую с руководством вуза, с ректором, с нашим Станиславом Евгеньевичем, представить ему наши идеи, показать ему наше видение. И очень приятно, что руководство серьезно относится к таким инициативам, поддерживает их, предлагает пути решения. ... образовательной организации, управление персоналом, управление проектом. ...виртуального музея направлено на реализацию ключевых задач программ развития финансового университета до 2030 года. Восемь этих тем, на наш взгляд, получились достаточно интересными. Над ними мы работали очень плотно. Последний месяц для нас был очень напряженным, очень интересным, потому что мы занимались практическим этапом нашей проектной деятельности. И сейчас мы горим желанием реализовывать наш проект, мы в него верим. И, конечно, это прекрасная возможность. Это будет интересно, очень интересная работа и командная работа. И вот сегодняшнее мероприятие показало, какие классные проекты у наших коллег. И все предложили действительно интересные идеи. Существующий запрос научно-миногологический и административных работ университета на снижение бюрократической нагрузки и автоматизацию процесса. Мне бы хотелось сфокусировать внимание на цели нашего проекта. Это сформирование пунктов стратегического развития студенческой науки финансового университета. Очень надеюсь, что получится реализовать данный проект. И мы обеспечим развитие студенческой науки в финансовом университете в рамках тех стратегических контуров, которые были предложены нашей командой. И добьемся стратегической цели развития финансового университета. Финансовый университет как флагман российского высшего образования. Финансовый университет Финансовый университет За то, что вы это делаете, уже это, как минимум, заслуживает того, чтобы сказать вам огромное спасибо и от имени руководства университета и лично от себя то, что вы соглашаетесь брать на себя дополнительную ответственность, возглавить группу людей, что-то изменить, это вторая благодарность и тоже очень важное направление. В рамках реализации проекта «Кадровый резерв» занимался подготовкой паспортов проектов совместно со всеми участниками кадрового резерва. Здесь мы с коллегами приложили максимум усилий для того, чтобы у всех участников сформировалось проектное видение, какая структура имеется в проектных подходах и решениях, как выделять продукты, как предусмотреть риски. Все это было реализовано в рамках программы повышения квалификации и мы постарались за небольшой срок подготовить все паспорта проектов, которые были выдвинуты участниками кадрового резерва. Конечно, это большая колоссальная работа всех участников, хочется их всех поблагодарить, что успешно завершили защиту и, конечно же, ректор одобрил все представленные проекты и теперь переходим к самому важному этапу – его реализация и контроль достижения всех показателей результативности этого проекта. Поэтому желаю всем удачи в реализации, а мы всегда будем помогать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова